Читайте классиков и уже завтра присоединяйтесь к ежегодной всероссийской акцией «Библия ночь». В России она пройдет уже в 13-й раз. Более 80 петербургских библиотек в этот день будут открыты до позднего вечера и предложат своим гостям специальные программы «Читаем всей семьей». Тема акции в год семьи. А, например, библиотека имени Маяковского обратилась к лучшему средству для засыпания из детства – «Чтенью на ночь», Людмила, это для нас. А вот какую программу для себя выбрал Дмитрий Аксенчик, он сам сейчас и расскажет вообще в целом об акции тоже. Дима, еще раз доброе утро. Еще раз доброе утро, коллеги, приветствую Петербург. Ну, в первую очередь важно добавить, что Центральная городская библиотека имени Маяковского – это специализированная библиотека, и вся литература, которая здесь находится, она посвящена искусству, музыке, а потому и тему сна, и колыбельным, о которых уже сказали мои коллеги, здесь вот решили таким образом интересным обыграть, продемонстрировав, собственно, как это проявляется в творчестве других деятелей искусства. Но подробнее и о том, что здесь готовят для каниколюбов-полуночников, нам расскажет заведующая Ольга Тавгарь. Доброе утро, вам утро. Доброе утро, Дмитрий. Наша выставка – это будет частью экскурсии, которая пройдет в «Библионочь». Мы встретим наших читателей, проведем их в этот зал и расскажем о тех произведениях, о тех произведениях, которые здесь представлены. Ну, например, сон же бывает разный. Бывает просто сон, сон младенца, а бывает сон спящей царевны, которую мы знаем по произведениям сказок Александра Сергеевича Пушкина. На самом деле мы видим такой довольно интересный, необычный выбор, абсолютно разные произведения. Вот, допустим, да, здесь действительно Александр Сергеевич Пушкин, здесь у нас романтичная прогулка Золушки с ее принцем, здесь же художественный фильм «Инопланетянин». Объясните нам такой интересный разброс. Вы знаете, мы хотели быть разными, мы хотели показать ночь, сон, не только как какое-то что-то такое сакральное, когда человек приходит и ложится спать, а что-то, наверное, такое более сказочное, романтичное, интересное. Но ночь уже не все спят. Вот, например, Золушка гуляет с принцем. Поэтому мы постарались осветить вот этот вот аспект со всех, со всех, со всех точек, чтобы нашим экскурсантам было интересно. Но я хочу отметить, что это не все наши книжные выставки. У нас гораздо более расширенная программа на эту экскурсию в «Библионочь». В частности, музыкальная программа готовится. В частности, музыкальная программа готовится. Но все подробности, Дмитрий, мы не будем с вами раскрывать. Пусть все-таки для наших читателей, которые придут к нам в эту ночь, это будет какой-то интересной тайной. Давайте все-таки заезд в тайну приоткроем. Неспроста мы с вами вышли в этот большой, красивый, можно сказать, такую маленькую деталь, органный зал. Уже с такой интересной, хорошей акустикой. Да. Это наш зал, где у нас тоже одно из действий на «Библионочь» – это будет наш концерт органной музыки. Как и живописцы, музыканты обращались к тему колыбельной, и многие писали на эту тему музыку. Наверное, вы не вспоминали колыбельной своих мам, которые им пели в раннем детстве. Ну что ж, колыбельная, которая будет исполнена на органе, звучит максимально интригующе. Что ж, мы тогда сейчас попросим небольшой фрагмент исполнить прямо для вас, уважаемые телезрители. Звучит музыка Ну что ж, спасибо большое. Ну что ж, дорогие петербуржцы, постарайтесь, пожалуйста, не уснуть, если посетите библиотеку имени Маяковского «Библионочь», потому что зал этот уютный и обволакивающий. Глаза лично у меня закрываются, и, надеюсь, Василий и Людмила еще сохраняют самообладание и не прилегли на свой стол в студии у нас там. Дима, спасибо большое. Спасибо, невероятно. Ган утром, это... Вот да.